Ребят, всем привет! Я тут недавно был в Бургер Кинге и попробовал, по-моему, первый раз в жизни Фиш Кинг. Это рыбный бургер, аналог филе о фиш в Макдональдсе. И по результатам всей этой, скажем так, трапезы, да, всей этой дегустации, я решил сравнить все-таки эти два бургера в Макдональдсе и в Бургер Кинге. Вот они у меня в руках, и я купил, и давайте, наверное, приступим уже непосредственно к пробе. И вот такая вот история с бургером Фиш Кинг из Бургер Кинга. Сразу, знаете, вот, наверное, сразу вот я чисто по весу могу сказать, что Бургер Кинг, филе Кинг, вернее, Фиш Кинг очень отличается по весу. То есть в большую сторону он тяжелее, этот легче, и тот даже учитывая, что он в упаковке. Давайте, наверное, достанем, достанем, соответственно, ничего здесь нового. Вот такой вот маленький приятенький филе о Фиш, вот такой вот, соответственно, в бумажке завернутый Фиш Кинг. Я, наверное, положу их вот так вот и поднесу к камере, чтобы вы, в принципе, видели разницу между ними вот в таком вот ключе. Сразу видно, да, то, что сразу чувствуется, что здесь непосредственно выделяется, да, выделяется, я могу сказать, что выделяется общая эта картина, да, с Фиш Кинг, с кунжутом. Вот эта здесь булочка, она такая вот прям мягенькая, такая прям чистенькая, как попка младенца практически, ну согласитесь, как бы, да. Вот, это первое, что бросается в глаза, и почему-то еще Фиш Кинг, он какой-то, ну, такой немножко потный какой-то, как я, как я. Я тоже вспотел, жарко, 30 градусов тепла, лето в Москве. Ну, что-то, если честно, как-то вот не получается у Фиш Кинга нормально пока зайти, но, но, как я уже сказал в интро, я уже здесь был в БК и попробовал его на Медни, и могу сказать, что, да, вы, наверное, сейчас все сами увидите, на самом деле, я не буду говорить преждевременно, потому что, как говорит преждевременно, делаешь, преждевременно будет. Итак, давайте, наверное, давайте, наверное, сразу по порядку. Как мне кажется, он чуть побольше, чем, чем история от Макдонельдса, да, внизу булги одинаковые, котлетки. Сразу видно, что котлетки здесь немножко разные по своему цвету, по своей насыщенности, то есть здесь видно, что котлетка у Бургер Кинга более темная, котлетка у Макдонельдса более светлая. Вот, соответственно, очень сильно выделяется майонез, здесь майонеза нету, ну, вернее, здесь соус тартар, здесь что-то не пойму, по-моему, майонез. Внутри что, да, вот мы имеем внутри, открывая булочку, майонез и листья. Плюс там еще, по-моему, внизу остался, внизу остался вот огурчики, свеженькие огурчики, вернее, не свеженькие, прошу прощения, малосольные, рифленые. Вот, 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 у Макдонельдса, у Макдонельдса из мазюклоса уже весь в каком-то белке натурального происхождения, шутка. У Макдонельдса все более прозаичный, маленький, такой приятный булочка, мягенькая, прям нереально. У Фишкинга более твердое. Здесь очень так обильно полит соус тартар, 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 прям это майонезный соус с солеными огурчиками. И внизу мы имеем еще кусман, сейчас постараюсь отделить, ребят, кусман сыра. Не получилось, но он есть, он есть маленький кусман сыра. Вот здесь его видно, вот здесь небольшой кусочек, его видно, он прям прилип. Давайте, наверное, начнем, приступим к вот этому всему соплижуйству. Вообще, рыбный бургер я люблю. Они низкокалорийные и, в принципе, очень вкусные. Но, это касается, наверное, все-таки больше Макдонельдса. Как вы все знаете, наверняка у Макдонельдса, а если кто-то не пробовал, мало ли, вдруг такие тоже есть. У Макдонельдса рыба из трески. В принципе, ну, как бы, рыба-рыбой пахнет достаточно нормально. Свежей рыбой вроде как, но чуть-чуть с таким оттеночком, но ничего страшного. Теперь мы приступаем к фишкингу. Тяжелее, он реально тяжелее. И что вы думаете? Сразу первое, что бросается на вкус, на рецептор, это, соответственно, рыба. Она не такая, как в Макдонельдсе. Она более запанирована. Мне не нравится это. Мне это не нравится. Да и вообще, вообще, какая-то другая рыба, ребят. Какая-то, будешь зрение, я руки помыл. С Эйфгардом перед этим, перед съемкой. Ну, похоже, похоже на ту же самую треску. Но, могу сказать, что фишкинг имеет более какой-то такой резкий, что ли, вкус. За счет того, что котлета очень сильно панировочная. Все вот эти вот рыбы, она в панировке. Могу сказать, что это не очень круто. То есть, у Макдонельдса панировка прям четко, в меру. Такая совсем небольшая. Рыбка четко прослеживается. Вот, можно даже сравнить. Можно сравнить даже вот. Две булкенцы. Надеюсь, вам видно. Две булкенцы. Внутри фишкинга какое-то месиво. Внутри Макдонельдса все прям четко видно. Ребят, ну, как бы здесь и булочка прям такая. Ну, он даже нежнее. Он вкуснее. Он прям, ну, другой вкус. Тартар еще такой, знаете, немножко такую солинку придает всей этой истории. Мне нравится, как бы, гораздо больше меня привлекает продукт из Макдонельдса. Бургер Кинг вообще, ну, как бы, не заходит в последнее время. Мне, в принципе, он вообще никогда не нравился. Очень своеобразная еда. Такая какая-то, знаете, пресноватенькая, что ли. Но, может быть, более полезная и, может быть, более свежая. Но это я проверю в своих будущих выпусках бородатой еды. Вот. Но здесь с явным преимуществом побеждает филе о фиш из Макдонельдса по причине того, что он вкуснее, он лучше выглядит, он нежнее. И, ну, вообще, как бы, в принципе, если бы здесь был не просто майонез и огурчики, а тартар нормальный такой, то, мне кажется, он был бы вкуснее. Плюс, листья салата здесь явно лишние. Не хватает сыра. Сыр дает нежности. Ну, и самое главное, это котлета. Котлета, которая просто ужасно зажарена. Ребята, вообще, филе о фиш, ну, вернее, вот эти рыбные бургеры, они, господи, я весь измазюкался, они позиционируются как такие диетические продукты, диетический фастфуд. Вот. Конечно, не сабвей, но тем не менее. В фишкинге я не вижу ничего диетического. Ух, муха, муха, ничего себе. Друг, сейчас тоже съем. Вот. В фишкинге я не вижу ничего диетического. Очень жирная вот эта вот вся панировка. Я думаю, что она дает очень много калорий. Все-таки в филе о фиш, мне кажется, поменьше, поздоровее, пополезнее, наверное, так скажем. Честно, калорийность я не знаю. Но могу сказать, что явный лидер здесь макдональдский филе о фиш. А фишкинг из Бургер Кинга, аутсайдер. Более того, я никогда не буду есть в Бургер Кинге фишкинг, потому что он невкусный. Он реально отторгается. Как-то вообще. По чеку могу сказать, что фишкинг стоит 125 рублей. А макдональдс... Ребят, прошу прощения, чек не сохранил. Зато есть картошечка. Ха-ха-ха. Макдональдс, по-моему, 130 рублей он стоит. Или 111, не помню. Ребята, извините, но вообще, видите, продолжается Бургер Кинге даже дороже немножко. Ну что. Я думаю, что вам было интересно это сравнение. Было интересно узнать, что в Бургер Кинге есть вот такая вот история под названием фишкинг. Которую они не особо рекламируют. Он невкусный, ребят. Не зашло. Вот так вот. Ребят, спасибо, что смотрели это видео. Если вы будете смотреть меня дальше, я буду знать, что я делаю это не зря. И буду продолжать радовать всех интересными, качественными роликами, качественным контентом. И, соответственно, будем расти вместе. И я буду рад, что вы с самого начала со мной. И буду вас вообще там типа... Ее, респектуха, братухи на районе. Камон. Вест кост, сауст бич. Камон. Л-А-Л-А-А. Все. Не забудь подписаться на мой канал на ютюбе. Оставляй комментарии. Ставь лайки. Можешь дизлайки. Но покажи, что ты присутствовал и посмотрел здесь все. Если ты этого не сделаешь, тебе не поздоровится. Я тебе гарантирую это. Тебе не понравится, что я вот именно вот с тобой сделаю. Этот пакет с пакет с помоями я могу надеть на тебя, но пока я этого не сделал, он на мне. Так что не забудь подписаться на канал. Это бесплатно. Это бесплатно. Без регистрации и даже смс-ок, которые ты любишь отправлять ночью на 4.9-4.9 короткие знакомства. Я очень жду твоей подписки. Вот именно твоей. Все. До следующего раза. Хопа. Друзья, я еще хочу вам сказать, чтобы вы подписывались на мой инстаграм-аккаунт. Я там снимаю периодически небольшие коротенькие скетчи, скетч-видео, где-то по 20-30 секунд про всякую там, ну, интересную тему, связанную с фастфудом, с зожем, с правильным питанием и с лишним весом. Мне эта тема интересна. Я ее хочу немножечко простебать. И тех, кто на этой теме немножечко зациклены. Ссылочка есть в описании. Подписывайтесь, следите за моим инстаграмом, за моим творчеством. Я очень этого хочу и очень этого жду. И если вы подпишетесь, я одену эти стринги кое-куда. А если нет, то тоже кое-куда. Куда? Приеду и одену тебе на голову! Шучу. На самом деле, не шучу. Быстро подписался!